Портал детали Портал детали Добрый вечер! Здравствуйте! Рад приветствовать вас на нашем канале! Добрый вечер вам и всем зрителям канала! Сергей, ну вот экстренные сообщения, которые вот сейчас прошли на вашем канале, подписывайтесь на The Pissmaker, что хуситы опять нанесли удар по американскому судну. Я хотел изначально хуситов оставить на закуску, но вот, так сказать, жизнь подсказывает, жизнь вносит свои перемены. Так что там происходит? Давайте тогда начнем с экстренного сообщения про хуситы, про их проделки. Как было понятно уже несколько дней назад, тот самый вот одиночный удар, достаточно массированный, который американцы и их британские союзники нанесли по объектам хусита в Северном Йемене. Это действительно был достаточно сильный удар, более 125 высокоточных боеприпасов было применено. Ясно было, что это не остановит хуситов, а скорее всего наоборот, только раззадорит их. И они будут еще более зло набрасываться на все, до чего они могут достать. Они сами официально заявили, что теперь их целью являются не только израильские суда или суда, которые идут в Израиль или из Израиля, которых там, собственно, и так уже давно нет, а именно американские и британские суда и корабли. И, в общем-то, вот последних два судна, которые они атаковали, принадлежат, в принципе, американским компаниям, хотя это еще раз, как и в случае с их нападениями на якобы израильские суда, тоже понятие растяжимое, поскольку многие эти компании, это международные корпорации, которых офисы в разных странах, это, в общем-то, не так важно. Важно, что они продолжают свои действия по ударам по судоходству в Красном море и Адамском заливе, и что из-за этого все больше и больше компаний приказывают своим экипажам, своим капитанам не идти больше в эту зону, а идти по дороге из Дальнего Востока и Индии в обход Африки, что очень удлиняет, естественно, сам этот поход и транзит, и дорожает его. Повысились страховые премии уже очень сильно, то есть из этого можно сделать вывод, который, в общем, можно было сделать и раньше, чтобы решить вот эту проблему судоходства, для американцев и их союзникам нужно предпринимать гораздо более серьезные действия, то есть вести мощную военную кампанию в течение, как минимум, многих дней или даже недель, которая бы реально снизила возможности пуситов по предотвращению судоходства, но пока я еще этого не вижу. А что вы имеете в виду, Сергей, вот более массированную кампанию, то есть есть вот мнение, я вот разговариваю с американским политологом, он сказал, что вообще вот пока, так сказать, сухопутное, на сушу не ступит сапог солдата, то ничего там решить нельзя одними воздушными, так сказать, налетами или ракетными обстрелами. Что вы думаете по этому поводу? Не исключено, что и в конце концов кончится и этим. Надо вспомнить, что, собственно, американская морская пехота и американский флот... Для этого и создали, да? ...начали свой боевой путь именно в борьбе с пиратами в Ливии и Алжире, да, и недаром в гимне морской пехоты есть слова на берегах Триполи, и Триполи это именно то самое в Ливии, и, собственно, в конце концов целая серия вот таких операций, то есть два президента, в конце концов кончилось тем, что в этом стали участвовать эти французы, которые оккупировали Алжир как финальное, как бы, окончание деятельности берберских пиратов, чтобы обеспечить свободу с доходом в Средиземном море. Тем не менее, сейчас об этом речь не идет. Речь идет о том, что все-таки мы видим, что хуситы для того, чтобы ударить по судоходству в Красном море, Адамском заливе, пользуются очень современными средствами, но сравнительно. Это, в первую очередь, беспилотники, крылатые ракеты, даже противокорабельные баллистические ракеты, что, в общем, первое такое их применение есть, хотя мы знали о существовании этих систем именно как против судоходства. И также мы слышим о беспилотных катерах с рыбчаткой, и мы слышим, естественно, о рейдовых группах на катерах быстроходных, которые выходят из портов Северного Йемена, Салия, Пальхудейда, Муча. И вот все эти вещи американского плота при желании, есть достаточно возможности, чтобы подавить портовые сооружения, уничтожить все эти катера, которые, в конце концов, это не подводные лодки, плавают над водой, где-то их надо складировать, уничтожить основные склады и местохранения баллистических крылатых ракет, склады с беспилотниками, цеха подземные, которые их производят. Да, цех, он может быть подземный, но у каждого такого цеха есть туннель, который ведет наружу, под горы, откуда эти беспилотники и ракеты крылатые вытаскивают. Все это можно поразить тоже. Ясно, что это большой военной кампании, у Америки сейчас просто недостаточно на месте сил, чтобы ее везти, но это все-таки Америка, и при желании она может привезти в этот район еще корабли, собрать еще достаточно авиации на базах, которые окружают Ближний Восток, и заняться этим всерьез. Пока такое решение еще не принято в Белом доме, хотя мы практически видим, что уже каждый день они начинают наносить удары по различным целям фуситов, когда видят, да, и все больше концентрируются. Кстати, вот недалее, как на этой неделе уже проведены были серьезные дискуссии в Евросоюзе, очевидно, речь идет о принятии решения о создании отдельной специально европейской платилии, европейского контингента, который будет тоже отправлен в Красное море, чтобы помогать бороться с нападениями фуситов. В их случае речь идет именно о предоставлении достаточно, видно, больше, гораздо, чем имеется сейчас, а страны и сопровождение для торговых судов, танкеров, погрузов, компейнироводов, которые идут через Красное море. Вот прямо отправляется сейчас один корабль немецкий, фрегат ракетный Гессен, может быть, пойдет еще один, вот я слышу об отправке голландского фрегата или корвета, есть уже два итальянских ракетных фрегата классов РЭМ, один на подходе, один уже находится там, то есть для того, в принципе, еще есть возможность обеспечить сравнительно безопасный проход для торговых судов, но для этого нужно собрать достаточно сил, и у НАТО, у Соединенных Штатов Америки, кстати, союзников таких, как Япония, Южная Корея, Австралия, есть достаточно сил, пока, например, те же австралийцы, а дело с тем, что послали два штабных офицеров, хотя у них есть и морские патрульные самолеты дальнего действия, есть и ракетные финцы и корветы, это все-таки морская держава, но они утверждают, что им нужно на Тихом океане, ввиду угроз, исходящих, например, от Китая и Северной Кореи, хотя Австралия является одной из тех стран, которая сильно страдает от того, что происходит, поскольку все проблемы находятся на том морском цепи, который ведется из Австралии в Европу. Да, но вот как на этом фоне, то есть все же понимают, что, так сказать, рыба гниет с головы, то есть корни-то всей этой проблемы находятся в Иране, и вот Иран в последнее время ведет себя, ну, мягко говоря, вызывающе. Мы наблюдали вот эти атаки по американским базам в Ираке, разрушено американское консульство, ну, погибших, слава богу, нет, удары по территории Пакистана, Пакистан, кстати, сегодня ответил вот на день, когда мы записываем эту программу, да, тоже очень так элегантно, то есть Иран продолжает нагнетать обстановку, абсолютно не опасаясь никаких последствий. То есть страны-коалиции, прежде всего Соединенные Штаты, они же, так сказать, не глупее нас, они прекрасно понимают, откуда идут команды и, собственно, куда нужно направлять свой гнев. Почему они прячут голову, так сказать, в песок и продолжают, значит, там замахиваться на хуситов? Кстати, во время пресс-конференции сегодняшний премьер-министр Натаньялов на ответ, по-моему, на вопрос одного из корреспондентов ответил, а кто вам сказал, что мы не атакуем в Иране? Да, но не объяснил, что имеется в виду. Мы, конечно, кое-что знаем, да, что Израиль уже не раз проводил различные операции на территории Ирана, но мы больше как бы видим результаты, когда Израиль уничтожал, например, иранских офицеров иранских Ксир в Сирии и даже генералов. Ну, последний случай был не так давно, и, как я понимаю, вот этот удар, который был по Ираку, да, иранцы его обрисовали именно как-то, в том числе как медь за гибель иранского генерала Разы Резы Мусавы, который погиб от авианалета израильского рядом с Дамаском всего пару недель назад. Тем не менее, вы правы совершенно, иранцы чувствуют себя совершенно первыми парнями на деревне, то считают американцев и всех остальных слабыми и нерешительными, и все это сочетается с их, как я понимаю, внутренней ситуацией. Я тут посоветовался с умными специалистами по Ирану, иранистами, которыми я не являюсь. Они говорят, что надо понимать ситуацию внутреннюю и в Иране. То есть, с одной стороны, есть действительно идеологическая установка иранского руководства, теократического правительства, главный инструмент которых, именно этот корпус Стражей Исламской революции, на борьбу с Америкой, с Израилем, с сионистским врагом, с Западной Европой. Но помимо этого, у них есть и реальные внутренние проблемы. Уже год целый проходят массовые беспорядки, о которых мы немножко меньше слышим, но это не значит, что они прекратились. Но помимо массовых беспорядков, которые начались из-за гибели студентов Тимарста Амини, а также прочее из-за общей обстановки экономической, очень сильной девальвации валюты, которая упала, по-моему, в четыре раза. Очень сильно. Высокая инфляция, нехватки продуктов питания. Мы все время видим беспорядки, которые в этнических окраинах Ирана, они огромные, вылились практически просто в открытые восстания, не просто демонстрации и митинги. Есть, конечно, курды, о которых мы знаем. Они ведут уже давно партизанскую войну против режима Айатол. Их действительно, по сообщениям иностранных СМИ, поддерживает Израиль уже много лет. Кроме этого, есть большие проблемы в так называемом Южном Азербайджане, с Эбризом и Хаббат, где есть этнические азербайджанцы 12 миллионов. И все это обостряется на фоне плохих отношений Ирана с Азербайджаном и поддержки Ираном Армении, естественно. Есть арабы, которые живут в Ахвазе, это на границе с Ираком, на юге, которые тоже совершенно не любят власть Айатол в Тегеране и давно мечтали бы отделиться. Есть пуштуны и прочие национальные меньшинства, которые живут на иранской стороне границы с Афганистаном. И там очень сильное влияние исламского государства, которое нападает каждый день на иранские полицейские станции, военные базы, устраивает теракты там в городах. Это мы слышим о таком большом, огромном теракте, то, что было в Кермане две недели назад. Но именно на границе с Афганистаном идет практически война. Да, там все время неспокойно. Все время стреляют. И в конце концов пятый регион, где неспокойно, мягко выражаясь, это вот иранский Белуджистан, который на границе с Пакистаном. И это такие далекие очень места, люди об этом не слишком много слышат, но там как раз среди всех этих этнических беспорядков самое серьезное восстание. Большие части вот этого провинции, иранский Белуджистан, не контролируются иранским правительством. Мы видели кадры оттуда, как они захватывают полицейские станции, гоняют по местным городкам и селам на Тойотах с пулеметами, с автоматами калашников, с гранатометами. Это такие исламистские повстанцы, Белуджи. И там очень тяжелая ситуация. Иран тут как бы играет две роли. Во-первых, он действительно хочет с этим что-то сделать. Я так понимаю, это послыл сигнала от корпуса стражи исламской революции руководству Пакистана и в первую очередь руководителем такой организации, которая называется Inter-Service Intelligence. Это знаменитая пакистанская внешняя разведка, межведомственная, которая столько лет, кстати, воспитывала или лелеяла Талибан еще с 90-х годов. Сейчас имеют с ним большие проблемы. Да, все относительно. Талибан, как вы знаете, сам имеет проблемы с исламским государством, воюет против него внутри Афганистана. Там вообще такое веселое местечко, там все друг с другом воюют. Да, да. Но в том-то и дело, что несмотря на вроде хорошее отношение многие годы между Пакистаном и Ираном, в корпусе стражи исламской революции есть сильные подозрения, что за деятельность вот этих Белуджи и суннитов стоит именно та же самая пакистанская разведка, которая, конечно, в этом никогда не признает, так же, как и в случае Талибана. И создалась такая интересная ситуация, что недавно была встреча иноминистров иностранных дел Пакистана и Ирана буквально три дня назад. На этой же неделе, в понедельник, проходили учения совместные иранского флота и флота Пакистана в Аравийском море. Они там устроили совместные стрельбы, красивый проход на камеру. А, как я понимаю, вот этот удар по пакистанской территории был инициирован корпусом стражи исламской революции, у которого, как мы знаем, есть свои ракетные войска, свои авиации, то и флота. Это государство в государстве такое. Это государство в государстве. То есть они вот в этом смысле немножко даже подставили иранское руководство, именно правительство. Но очень сложные там интересы. Ну иранцы сразу заявили, что мы вообще ударили не по Пакистану, а вот именно по Белуджам. То есть мы как бы не нарушили суверенитет Пакистана. Ну и в ответном, так сказать, ударе, который произошел сегодня, пакистанцы прокомментировали абсолютно так же, зеркально, что это не удар, направленный против Ирана, а это вот, и он не нарушает территориальной целостности и суверенитета Ирана. А мы вот тоже по террористам, так сказать, друг по другу пуляем, но целостность не нарушаем при этом. В общем, такая интересная разборка. Да, разборка очень интересная. И позабавило особенно утреннее заявление иранских властей уже после пакистанского удара, что они требуют объяснения от пакистанской стороны, почему нарушен их суверенитет. Ну, как говорится, никто не догадается. Кто расскажет им первое. Многое тут объясняется тем, что иранская власть и корпус Раджеславской революции как ее инструмент пытаются каким-то образом отвлечь внимание большинства своих граждан от того, что происходит в экономической, внутренней ситуации, политической, всей этой борьбе с хиджабами или за хиджабами, закручиванием гаек идеологическим. И они считают, что вот такого рода создание конфликтной ситуации вызовет волну рад патриотизма, сплочение именно сторонников, правящих кругов, которых там достаточно. За ними на ходе борьбы с империализмом, сианизмом и ИГИЛом. И поэтому не исключено, что это не конец, и они придумают еще что-нибудь. Не забывайте, что они, например, умудрились не так даже, пару недель назад атаковали судно, которое, по-моему, был танкер, который вез нефть из Саудовской Аравии в Индию. Да, да, было. Да, помощь, которому пришлось прийти индийскому флоту. Весь экипаж там были индусы. И это было рядом с берегами Индии, всего лишь 200 миль от индийского порта. То есть напрямую затрагивают интересы Индии тоже. Обратите внимание, что Индия не хочет связываться с Ираном. Иранцы четко видят вот эти реакции, сигналы, которые им поступают в ответы. Наглеет все больше и больше. Еще раз, как-то даже все советский хулиган в кепке с кастетом, который прогуливается по микрорайону, которого боится даже... Ну, вот многие говорят, что это еще, прежде всего, следствие слабости Байдена. И вот его неохоты влезать ни в какие передряги. То есть говорят, что был бы Трамп, то типа они бы себе этого не позволили. Сергей, давайте посмотрим, что происходит у нас в Газе. То есть война продолжается, хотя большое количество войск выведено. Выведены бригады Галани, выведены бригады резервистов. Там осталось три бригады на севере центра и на юге. Что происходит? На всем этом фоне еще продолжаются разговоры о каких-то переговорах, об обмене заложниками и так далее. Насколько нам известно, на данный момент переговоры застряли и никуда не продвигаются. Помимо вот этой мини-сделки по лекарствам и гонитарной помощи. Насчет того сил в Газе, как бригада Галани выведена, Турбиван перешел сейчас. На работах Иудеи и Самарии. Это Дурбиван, конечно, небольшое подразделение. Это спецназ. Еще раз, у нас работало практически четыре дивизии. Осталось три. Это не три бригады, три дивизии. Дивизия – это 12-14 тысяч человек в зависимости от ее состава, поскольку они присоединяются разные отдельные еще иногда бригады, батальоны, спецподразделения. Это по-прежнему много. И это как бы нормально, поскольку не забывайте, что там много резервистов. И даже солдатам, которые не резервисты, надо отдохнуть. То есть будет проводиться ротация, насколько я понимаю, цель, в том числе генерального штаба, почти все наши силы, как регулярные армии, так и резервистов, провести через газу по очереди, проводить такую ротацию, чтобы они набрались боевого опыта и подменяли своих товарищей, которым нужно выйти на отдых, побывать дома, на какое-то, если нужно, повышение квалификации, уже тренировки и так далее. Мы слышали и от начальника генерального штаба, что это продолжится еще много месяцев. А премьер-министр сказал что-то, по-моему, даже про 2025 годы. Да, сказал, что это и в 2025 году будет. Да, да, но это все ведь истекает из того, что мы нашли в ГАЗе. К большому удивлению некоторые, хотя и не все. Сколько там? 700 километров туннелей, огромное количество подземных бункеров, некоторые на глубине 700 и даже 100 метров, подземные заводы. Да, вот сегодня показали, подземный завод, настоящий завод, в котором производились ракеты. Все это надо находить и взрывать. И это находят и взрывают в больших количествах, но это займет много месяцев. Точно так же, как займет много месяцев добивать остатки Хамаса, его боевых батальонов, его активистов, поиск его руководства и ликвидация разных уровней. Все это займет время. Но нету никакого другого способа, чтобы это сделать. Из-за этого мы видим еще раз, видно реакцию прессы, надо посмотреть газету «Арыс». До них уже явно дошло, я говорил это на всех интервью три месяца назад и два с половиной. Надо мной как бы посмеивались, что там, через неделю побомбит Биби, и Америка ему запретит, будут потери, народ выйдет на улицу после того, что погибнут десять солдат и, естественно, Биби тогда испугается и отступит. И люди, естественно, не понимают решимость и настрой нашего премьер-министра и всего кабинета и правительства на то, чтобы Хамас реально уничтожить. И еще раз, поскольку речь идет еще раз не о Китае, не Украине, не о Бразилии, а о полосе земли 365 квадратных километров населения около двух миллионов человек, это на самом деле возможно, если будут для этого время и средства. Сергей, ну вот, кстати, нам все время пишут комментаторы, ну, комментаторы в основном из России это пишут, что вот, что это ваш отхваленый ЦАО топчется там против него там эти там Бармалеев-Шлепанцах, а они вот столько времени топчутся, а на нас говорят, вот, типа, на российскую армию, так сказать, бочку катят. Да, катят бочку, потому что российская армия как-то, понимаешь, застряла, как мы все знаем, после первого лихого наскока, ну, и мы помним, как и почему начиналась та война, Израиль, естественно, ведет в данном случае оборонительную войну, мы все помним, 7 октября, Израиль этой войны не хотел, и сгибался всеми возможными формами, и закрывал глаза на очень многое, да, чтобы эта война не началась. К сожалению, закрывал, к сожалению, да, но это факт, от которого нельзя отказаться, и люди, которые такое пишут, можно понять их эмоции, да, они болеют за свою страну, свою армию, это как бы их право, просто большинство из них не понимает, с чем ЦАЛ столкнулся в секторе газа, это Хамасы, и Исламские джекаты, которые прикрываются буквально сотнями тысяч женщин, и детей, больницами, гражданским населением, и под всем этим построили вот эту гигантскую сеть бункеров, еще раз, 700 километров, да, это почти как московское метро, и такие, конечно, широкие панели, шикарные станции, гораздо более бюджетные, но тем не менее, и это делает это очень сложным, да, ИСРАЙ в принципе мог бы проскочить на большой скорости, например, через газу в нескольких этих самых, но намеренно, вот мы видим план генерального штаба, он учел, например, и то, что происходило с российской армией в Грозном, причем два раза, мы это хорошо помним, да, над Новый год 93-94 года, и потом снова в 96-м, когда лихо заехали, пользуясь своим большим преимуществом в технике, изовой силе и авиации, и артиллерии, а потом изо всех щелей, из всех квартир и всех подвалов вылезли тысячи боевиков, и устроили страшную резню российских солдат, еще раз, не один, а два раза, да, в Израиле нам это, естественно, не нужно, мы, ИЦААЛ действуют методически, и очень сложно эту вот многослойную подземную оборону разобрать, да, причем, естественно, как я уже сказал, Хамас пользуется мирным населением как живым щитом, они тут же, в отличие от своих парадов, переоделись в гражданскую все одежду, у них заготовлено, как мы теперь уже понимаем, не знаю, знали ли это раньше военной разведки и шабаки, что практически в каждом втором доме есть схрон оружия, то есть боевики Хамаса, например, во многих районах передвигаются без оружия, зная, что вот в каждом... Да, мирное население, да. Да, мирное население, человек в джинсах и майке, да, который может завернуть. И в шлепанцах обязательно. Вторую парадную, и там под полом есть гранатомет, несколько автоматов, магазины, гранаты, запас боеприпасов, тут же он превращается в боевика. В Израиле уже неплохо научились их распознавать, и многих бывает по пути к таким местам, но тем не менее это очень сложная работа, но главное надо понимать, что это буквально работа на уровне археологических раскопок. Вы видели, сколько уже там в центре и в севере газы, уже в некоторых местах Хан-Юниси тоже нагненной, генерной техники, бурильных устадовок, экскаватора, взрывной техники, да, чтобы все это раскапывать. Надо понимать, эту сеть туннелей строили 20 лет. Первые туннели... И вообще, если все это взорвать одновременно, то весь город газа просто провалится. Только газа. Скорее всего, да, мы видели такие кадры в некоторых местах. Как термитник, да, то есть там все испещрено вот этими туннелями. Да, совершенно верно. Не все их, наверное, будут взрывать. Часть их просто закупоривают, да, и делают невозможными для использования. Но это, безусловно, займет много месяцев. Но именно это и нужно для того, чтобы не просто еще раз захватить территорию, а реально уничтожить все боевые возможности Хамаса, его военную инфраструктуру. Ну, а ликвидация его руководства будет, очевидно, уже как-то более финальным аккордом этого. До него еще надо добраться. Что само по себе непросто. Ведь все-таки, в отличие от украинцев, да, если вернемся к вопросу непосредственно русских зрителей, которые, по-моему, не готовились даже, ну, не были морально, по-моему, готовы и морально, и физически к такому вот масштабу наступления. Потому что украинцы не были готовы. От многих людей и Украины, да. Были готовы, например, к большому наступлению на Донбассе, где и были подготовлены самая серьезная оборона, как мы знаем, которую до сих пор пытаются русские прогрызть, уже почти два года с очень минимальным успехом. А вот Хамас к этому готовился. И часть этой подготовки, в это были вложены миллиарды долларов, да, всю систему обороны, систему туннелей, систему работы вот этих батальонов Хамаса, да, среди гражданского населения. Часть, понятно, что в Израиле про многое это знали, эту систему обороны, но это тоже была одна из целей Хамаса. Потому что это должно было стать препятствием на пути самой попытки даже Израиля начать такое вот наступление, как Израиль, после атаки 7 октября, и служить именно сдерживающим фактором. И во много лет это работало, мы все помним. Да, то есть никто не хотел срываться туда. В заседании израильского правительства, что, и когда этот вопрос поднимался, что пока не поздно надо догнайник вычистить, тут же многие министры, да и представители армии тоже говорили, да, но у нас будут тысячи погибших, или многие сотни, и народ этого не поймет, и международные сообщества нас остановят, и что будут и десятки тысяч жертв среди мирного населения, и каждый раз правительство принимало решение не делать ничего. Сергей, это же ужасно, но, в общем-то, трудно это произнести вслух, но то, что произошло 7 октября, это как бы открыло возможность для решения этой проблемы, потому что просто так, вы совершенно правы, вот просто так послать армию в газу, да, и тут же бы все американцы и европейцы начали бы кричать, что это агрессия, что это вы полезли, а там туннель, да какие туннели, подумаешь, туннели, вас же не трогают, ну подумаешь, там ракеты летят, и этот процесс мог затянуться, и неизвестно, во что бы это выливалось в дальнейшем, то есть получается, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я согласен, это, кстати, совершенно не оправдывает то, как государство Израиль и ЦААЛ готовился к возможному направлению Хамаса, то есть совершенно концептуально неправильно, и был бы не готов, что мы и увидели, 7 октября, да, в первую очередь из-за переоценки собственных сил и совершенно чудовищной недооценки сил и возможностей Хамаса, да, несмотря на предупреждения многократные профессиональные офицеры, аналитики военной разведки, да, которые, как мы теперь знаем, слали отчеты, и письма, и мейлы, и все, что угодно, и от них отмахивали начальство военное, к сожалению, зачастую отмахивалось как-то назойливых мук, но это уже факт, что сделано, как бы уже не воротит. По факту, да, в этом смысле Хамас, выражаясь их же языком, открыл для себя врата ада, да, немножко не рассчитав реакцию все-таки Израиля и ту обстановку и политическую, и военную, которая сложилась. Но, может быть, они еще по-прежнему думают, что вот вся эта вот защищающая изнародная коллекция от левых радикалов и до иранских и проиранских прокси каким-то образом смогут все-таки Израиль остановить. Ну, и вместе, естественно, с их стойкой обороной и инструментом, самое важное в их глазах, это именно израильские похищенные люди. Мы видим психологическую войну, которую они продолжают вести каждый день. Ну, и вообще, просто два слова как бы невольно, так сказать, в защиту наших, так сказать, спецслужб и нашей армии. То есть, все равно надо просто понимать, что вот человеческий разум даже профессионалов до конца не может понять, что ХАМАС или там любая другая террористическая организация, она готова спровоцировать атаку на себя, на свой народ, прикрываться этим живым щитом, потому что любое государство, начиная войну, прежде всего думает о том, как мне защитить свое население от ответных ударов. У них же все просто, им не нужно об этом думать. Им наоборот, чем больше будет ударов по мирному населению, тем лучше. Поэтому как бы они провоцировали, зная, что будет израильский ответ, может быть, действительно, они недооценили уровень этого ответа, но они абсолютно на привательской относились к тому, что погибнут там. Чем больше, тем лучше. Это же для пропаганды. То есть потрясающее вообще какое-то действительно, то есть они живут в каком-то даже не в средневековье, а, пожалуй, даже до средних веков еще не дотянули. Александр, я, в принципе, с вами согласен, но это не оправдание ошибочных решений израильского руководства и руководства армии, потому что вот именно для этого, и это же не вчера, как начало происходить, именно для этого есть такой подход, что надо стараться, когда пытаешься прогнозировать действия потенциального противника или реального противника, как говорится, залезть в его голову и пытаться думать, как он, именно как противники, а не надевать на него обличье нормального какого-то рационального западного руководства или какие-то другие такого рода неприсущие ему логику и аргументы. И тем более у нас уже был пример, многие вот сейчас любят говорить, и наш премьер-министр тоже называет Хамас Даш, говорят, то есть Хамас ИГИЛ, через черточку, показывая их идеологическое родство с исламским государством, и тогда не надо далеко ходить, мы только совсем недавно, несколько лет назад видели именно яркий пример того, как исламское государство самоубилось, как организованное, имеющее территорию подластную и силу, оно никуда не пропало и по-прежнему действует во многих точках мира, в том числе и в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане, и в Иране, и в Синае, и т.д. Но почему погибло все-таки их государство, контролирующее огромную территорию на пике своей власти? Потому что они стали делать нерациональные вещи, кажущиеся, да, западного. Это было, как вы помните, во время президентства Обамы, который вывел американские войска из Ирака, давно же уже нет американской эпопации из Ирака, и во время гражданской войны в Сирии, которая привела к радикальному ослаблению режима Асада, и вот Багдаде со товарищами, бывшими офицерами, старцами армии Саддама Хусейна и дезертирами сирийской армии и с исламистами подняли вот это вот восстание, стерли границу между Сирией и Ираком, захватили арсеналы, гигантские оружия, как в Сирии, так и в Ираке. Вы помните их парад победы в Моссуле перед речью той знаменитой Багдаде в главной мечети Моссула, да, с танками, ракетными установками, сотнями БМП, десятками тысяч солдат, да, в этой черной форме, перевязанными пулеметными лентами. И Обама не хотела ввязываться туда, арабы их боялись, а кроме, а без Америки, как вы знаете, никакой войны серьезной против них не было бы. И что привело все-таки к войне против них, которую пришлось возглавить в Америке, это их вот эти зверства, да, наступление туда, на Синджар, вырезали они целые деревни и города курдов, ассирийцев, изидов, массовое братье людей в рабство, сексуальное рабство, изнасилование женщин массированное, снимаемое на телефоны, ну и, конечно, фульминация, это публичная казнь западных заложников, многие из которых были просто журналисты, или вы помните активисты разных организаций, которые везли помощь в Сирию и в Ирак, да, вот, с отрезанием иголоков. Да, оранжевые комбинезоны, это. Совершенно верно. Какая была в этом логика, да, с точки зрения западной, никакой, мы точно знаем, мы видели весь этот процесс на нас, на глазах, как это привело к огромной волне негодования и возмущения, как в Европе, но в первую очередь и в Америке, и практически вынудило Обаму, чего он не хотел делать, да, практически вернуться туда, в Ирак, и вот возглавить эту борьбу. Кстати, тогда были приняты решения о некотором сотрудничестве, но это после ядерной сделки сразу с Ираном и с силами, которыми руководил покойный пиасом Сулеймани, потому что иранцы тоже враги ИГИЛа, по понятным нам причинам. И вот такая война. То есть в этом смысле совсем непонятно, почему люди, которые принимали решения на уровне правительства, генштаба, военной разведки, не видя очень многие идеологические сходства хамасовского режима в секторе Газа, о которых мы знаем, это не секрет, что это джихадисты, исламисты крайнего толка, не смогли просчитать, что они будут действовать скорее всего так же, как их собратья из ИГИЛа, как только им предоставится такая возможность. Даже если по пути они могли надевать на себя маску сравнительно умеренных, вести с Израилем переговоры через Катару, Египет и Турцию, например. Но суть-то от этого не менялась. И, к сожалению, на это закрывали глаза и не хотели полностью делать из этого надлежащие выводы. Сергей, буквально, очень коротко наше время, к сожалению, подходит к концу. Вот меня больше всего пугает, что вот аналогичную ошибку наше руководство и военное руководство допускает отношение Хизбаллы. Нам все время сейчас пытаются объяснить, что Хизбалла не хочет обострения, Хизбалла не хочет большой войны. Хизбалле это невыгодно, понимаете, им невыгодно, потому что будут большие потери. И поэтому мы, значит, не будем сейчас атаковать, мы будем ждать и так далее. Не получится ли это 2-7 октября только еще в каком-то более страшном масштабе? Ну, надеюсь, что нет. Я не знаю, кто утверждает, у нас же создалась новая ситуация. Сейчас, конечно, в данный момент ни о каком 7 октября новом речь не идет, поскольку Израиль находится в состоянии полной боевой готовности, целые развернутые дивизии стоят, как мы знаем... Нет, я не имею в виду сейчас, я имею в виду, что если все это закончится, там, через полгода, через год. Да, но создалась также и новая ситуация, в том числе из-за 7 октября, из-за того, что происходит последние три месяца на ливанской границе. Мы сами знаем, опять же, так же, как политически невозможно для государства Израиля и для правительства и премьер-министра, невозможно ничто иное, как продолжение войны в Газе до уничтожения режима Хамаса и его военной инфраструктуры, так же и невозможно вот сейчас, завтра, объявить, что все закончилось, подписали что-то там, перестали стрелять по Хизбалле, Хизбалла перестала стрелять и все должны вернуться в свои дома. То есть, проглядев на Митуллу, на многие поселения, на Кириат-Сману, на многие поселения Тибуца и Машавы на северной границе, и то, что там произошло, понятно, что просто жители севера в первую очередь не допустят возвращения в прежнюю ситуацию, и по моему мнению, не будет другого выхода, кроме как отодвинуть Хизбаллу до реки Литании и заново создавать зону безопасности, которая это была. Во многом все это сопроизошло. Спасибо Бараку, да? Да, да, спасибо Бараку, который, как вы помните, сделал это, по-моему, в 24 часа в своем стиле. Все попросил. И всем посоветовавшись. Ну, он точно так же, кстати, и объявил, мы помним, у нас всех на глазах в конце 2000-го года выборы. Я до сих пор, помню, вышел, никто не ожидал, за кулисами там Йоси Бейлин многострадальный, да, уже сколотил новую коалицию, договорился с Арье Дерри о входе в коалиции, да, и тут Барак вышел на трибуну и сказал, а тем рацимпкирод, а не тем лахемпкирод, сказал, и в тумане. Вот это, но разгребать вот такого рода решения волонтеристские приходят по многим в течение многих лет. Сергей, Сергей Мигдаль, канал The Peacemaker, подписывайтесь на канал Сергея Мигдаля, спасибо большое, что нашли для нас время, всего доброго, наша передача подошла к концу, до свидания, будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok,